Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. С днём Святого Патрика, одна из всё ещё существующих американских традиций. Мы рады всем американским традициям, которые у нас ещё есть. Мы только что вернулись из Сальвадора. Перед тем, как покинуть Центральную Америку, сегодня днём мы сдали тест на ковид. Один из тех, где медсестра пытается проткнуть вам носовые пазухи и добраться до лобных пазух, пока слёзы не пойдут из глаз. Вы, наверное, такое уже испытывали. Довольно неприятно, но вы стараетесь быть ответственным, так что вы терпите это. И, конечно же, у нас не было выбора. Авиакомпания требует этого. Мы не можем вернуться домой, пока не сделаем тест. И всё это потому, что, как они говорят нам, наши власти преданы идее охранять нас от этого смертельного вируса. Таков порядок. Если прилетаешь из Сальвадора в США легально, ты делаешь тест. Но что, если ты проникаешь нелегально? Что, если ты приехал на крыше товарняка из Сальвадора через Мексику и спрыгнул на границе? Что ж такое бывает? Сегодня утром мы взяли интервью у члена банды МС-13, осуждённого убийцы, который сказал, что именно так он и сделал. Так что вопрос в том, что будут ли такие люди, которые нарушают наши законы, чтобы попасть сюда, соблюдать обязательное тестирование на ковид, как только будут задержаны американскими властями. И ответ, конечно, нет, не будут. С этой администрацией они не должны и не будут. Нелегалы освобождены от мер по здравоохранению, которые силой навязаны всем остальным правительством США. Нелегалы приходят и уходят, когда захотят. Никому и дела нет, если они заразят смертельным вирусом остальное американское население. Трудно поверить, что это происходит, но именно это и происходит. Мы получили подтверждение сегодня, когда секретарь МВД признал в показаниях перед Конгрессом, что администрация Байдена впускает иностранцев в Америку, даже не затруднившись проверить, не больны ли они ковидом. Одновременно давая нам авторитарный локдаун, тот самый, который рушил страну и под которым нам пришлось жить прошлый год. Трудно понимать такую политику иначе, как акт враждебного насилия к нашей стране. Это по факту предательство. Им наплевать на вас, и они это говорят максимально ясно. Джо Байден также это сказал. Репортер спросил Байдена, не планирует ли он посетить границу и увидеть самому катастрофу, которая разворачивается там. Не в данный момент, ответил он снисходительно, как будто есть чем заняться и поважнее. Мы бы хотели узнать, чем именно. Позднее, в тот день репортер спросил Камалу Харрис, что она знает о нынешнем иммиграционном кризисе, том самом, который ее администрация и вызвала. Поток более ста тысяч иностранцев ежемесячно, как будто границей не существует. Некоторые из них — члены банд. Другие обнаруживаются в списках ФБР по терроризму. Более тринадцати тысяч — дети без родителей. И теперь они на попечении штатов. Это все превратилось в огромный, возможно, беспрецедентный человеческий поток, текущий сейчас в Америку. Но Камалу Харрис, походу, не в курсе, что это происходит. Цитата. «Мне ничего не сообщали по этому поводу сегодня», — говорит она. «Она была слишком занята, продвигая критическую расовую теорию, и проверяя, чтобы парни присутствовали в команде по легкой атлетике вашей дочери». Была ли когда-либо администрация столь же безрассудная и разрушительная? То, что происходит на границе, изменит эту страну навсегда. В отличие от других катастроф, массовая эмиграция постоянно. Никого на самом деле не отправят обратно. За последние тридцать лет население США увеличилось на сто миллионов человек. В основном из-за эмиграции. Знали ли вы, что это произойдет? Считается, что вы не должны об этом говорить. Пока с каждым годом США наполняется людьми и становится все более хаотичной и менее сплоченной. Пока сокращается свободное место, и сама природа отступает перед лицом еще одного стрипмола, апартаментов или точкой общепита для обслуживания новых людей. Это становится многолюдной страной, а многолюдные страны уродливы и несчастны. Почему мы допускаем это? Конечно же, это риторический вопрос. Нас никто не спрашивал, хотим ли мы этого, а не просто сделали это. И, кстати, никто не спрашивал из страны, откуда эти эмигранты пришли. То, что никогда не приходило нам в голову до вчерашнего дня. Пока мы не поговорили с президентом Сальвадора. Он потерял треть своего населения за годы эмиграции в США. Сальвадор во многом очаровательная страна, но это все еще очень бедное место. Так что, когда американские политики предлагают бесплатное образование, здравоохранение и много чего еще каждому, кто сможет перейти через границу, миллионы сальвадорцев принимают их предложения. И почему бы им это не делать? Так что они мигрируют огромными группами, и это вредит этой стране. Но это также ослабляет Сальвадор. Послушайте точку зрения президента этой страны. Если ты не предоставляешь экономических возможностей своим людям, если у тебя плохая экономика, безопасность, люди будут уходить. И они будут пытаться искать богатую страну, правильно? Они не будут уходить в Гватемалу. Они захотят пойти в США. Так что эта страна становится зависимой от эмиграции, так как ты становишься чистым экспортером людей. Ты не экспортируешь товары или услуги, ты экспортируешь людей. Что делает твою экономику зависимой от этого, потому что эти люди будут посылать деньги обратно домой, а это не очень хороший способ для экономики. Так что это плохо для США, так как эмиграция будет расти, и это плохо для нашей страны, так как отток людей также будет расти, так что это плохо для нас обоих. Это плохо для нас обоих, США и Сальвадора, и он абсолютно прав. Никто не говорит об этом, но представьте, если треть самых крутых и амбициозных людей вашей страны просто уйдет, что это значит для вашего будущего? Лопающиеся от денег НПО и самодовольные торговцы сочувствием, которые продвигают открытые границы, не задумываются об этом, потому что им наплевать. Они даже не знают, кто президент Сальвадора. Сколько мамочек из спортзала с плакатами «Нет нелегальных людей» смогут назвать его? Мы догадываемся, что около ни одной. Но если вы ищете окончательного подтверждения того, как мало они заботятся о латиноамериканской обслуге, которая гуляет с их собаками и стирает их простыни, оцените почти полное молчание со стороны модных американских либералов, пока администрация Байдена держит места для детей-эмигрантов переполненными. Они предпочитают не замечать этого, пока это происходит. Вот как это выглядит. Сегодня более 4 тысяч детей находятся в переполненных комплексах. 30-процентный всплеск за последнюю неделю. Кто-то украл все ее деньги по пути. Многие обнаружили, что добраться сюда — это только начало. Многие мигранты описывают переполненные миграционные комплексы. Некоторые из детей рассказали нам, что годовалые дети иногда проводят дни без купания, редко видят солнце, и плач не прерывается. Так что все плохо. И будет гораздо хуже. На 300% выросло количество семей, задержанных пограничниками с октября. И это число растет. Не забывайте, что это занимает около трех недель пройти путь из Центральной Америки к мексиканской границе с США. Так что граница становится все тоньше. Администрация Байдена специально так сделала. Первые признаки предсказывают, что уже в этом месяце, в марте, мы увидим наибольший всплеск нелегальных пересечений за целое поколение. Так кто же эти люди, которые приходят? Но мы, по сути, не знаем, кто они, и у нас нет нормального способа узнать это, и это страшно. Только за последние дни мы обнаружили, что как минимум четыре человека, недавно арестованные на южной границе, были идентифицированы правоохранителями, как, цитата, «известные как вовлеченные или обоснованно подозреваемые вовлеченности в террористическую деятельность». Выглядит как история для первой полосы, но нет. Демократы прекрасно знают, как непопулярны открытые границы среди американцев, американцев любой расы. Так что они стараются изо всех сил, по сути, истерично, подавлять новости о том, что на самом деле происходит. Вот Вероника Эскобар, которая каким-то образом избралась в Конгресс от Техаса, дает вам понять, что если вы скажете хотя бы слово о том, что происходит на границе, то вы расист. Они могут либо присоединиться к нам и быть частью решения проблемы, или, как я этого и боюсь, продолжать искать пути по расколу нашей страны, подогревать ксенофобию, расизм. И я хочу предупредить их, что их слова, их разжигание ксенофобии, расизма, этой ненависти на границе, этот страх на границе, есть последствия у этих выражений и у этой риторики. «Раскол страны», говорят люди, которые впустили миллионы нелегальных иностранцев против воли населения. Интересно наблюдать, как такой демагог, как она, треплется на камеру, а потом сравнивать ее с лидером, который на самом деле заботится о людях, которых он представляет. В нашем вчерашнем разговоре президент Сальвадора принял ответственность за факт, что люди покидают его страну. Сальвадор, как он сказал, нуждается в лучшей безопасности и больших возможностях, и похоже, что он имел в виду то, что говорил. Сравните такой ответ с ответом таких некомпетентных, как Гевин Ньюсом, или расовых демагогов, как Вероника Эскобар. Такие люди винят белый супремасизм и Кью Анон в своих провалах, и потом они идут дальше и никогда не оборачиваются. Жалкое зрелище. Джо Байден немногим лучше. Байден знает, что американская публика не хочет еще миллиона бедняков в этом году. Страна, очевидно, не справится с этим, особенно сейчас. Еще раз, открытые границы не популярны ни у кого. Они не популярны и среди испаноговорящих, кстати. Все эти виноватые белые либералы предполагают, что испаноговорящие любят нелегалов. Это не так. Они американцы, так что с чего бы? Байден, кстати, пытается во всем обвинить Трампа, конечно же. По-видимому, обещание построить стену было приманкой для центральных американцев. Довольно забавно. Но в то же время, и уже без обидняков, Байден призывает нелегалов приходить еще больше. Вот Байден на доброе утро, Америка, дает миру понять, что главный приоритет Америки быть более удобной для иностранцев. Нужно ли вам сказать очень ясно, не приходите? Да, я могу сказать очень ясно, не приходите. И что мы в процессе создания, который не займет много времени, возможности предоставить убежище по месту. Так что не покидайте своей деревню, город или общину. Мы хотим убедиться, что у нас есть комплексы в этих городах и деревнях, управляемые ДХС с доступом HHS, службой здравоохранения и гуманитарки, кстати. Вы сможете получить убежище прямо на месте. Ааа, смекнули? Пока не приходите, мы еще не готовы. И, кстати, не утруждайте себя. Мы сами придем к вам. Мы потратим, сколько потребуется, чтобы сделать процесс легче для вас. Чтобы больше людей из вашей страны могли перебраться в нашу полностью за наш счет. Это наше обещание миру, и мы достаточно себя ненавидим, чтобы иметь именно это в виду. Была ли когда-либо страна, обещавшая такое миру? Выжила ли хоть одна страна, если пообещала? Джо Байден не думает об этом, ему все равно, им всем все равно. Все, что они знают, что демократическая партия больше никогда не проиграет, как только они это сделают. И это все, что для них имеет значение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова